Первыми приготовим сырные блины. Яркие, безумно ароматные и очень вкусные. В первую очередь натираем сыр на мелкой терке. Дальше в яйца добавляем соль и сахар. Хорошенько взбиваем венчиком. Теперь сюда добавляем теплое молоко. Снова немного взбиваем. И частями добавляем муку, разрыхлитель, каждый раз хорошо перемешивая. В последнюю очередь добавляем сыр. Перемешиваем, чтобы сыр равномерно распределился по тесту. Если на этом этапе тесто получилось густое, то можно добавить немного кипяченой воды. Блины жарим на среднем огне. Сковороду немного смазываем растительным маслом. Выливаем немного теста и распределяем его по сковороде. Жарим блины до румяной корочки с обеих сторон. Готовые блинчики снимаем, смазываем сливочным маслом и точно так же жарим все остальные. К этим блинчикам предлагаю приготовить сметанный соус. В сметану добавляем майонез. Выдавленный через пресс чеснок. И нарезанную зелень укропа. Перемешиваем и соус готов. Сырные блинчики получаются безумно ароматные, нежные, очень вкусные. Рекомендую попробовать. Следующим будет самый простой и мой любимый рецепт тонких блинов. По нему блины всегда получаются очень вкусными. Они идеально подходят к любой начинке. Соединяем в миске 2 яйца, пол чайной ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Немного взбиваем. В отдельную миску насыпаем 160-170 грамм муки. И частями в нее добавляем 250 миллилитров воды, каждый раз хорошо перемешивая. Благодаря этому тесто для блинов получится однородное, без комочков. Теперь добавляем сюда взбитые яйца, 1 столовую ложку растительного масла. Снова хорошо перемешиваем. И в конце еще добавляем 250 миллилитров молока. По консистенции тесто должно получиться, как жидкий йогурт, однородное и без комочков. Дальше разогретую сковороду немного смазываем маслом. Выливаем неполный черпачок теста и распределяем его по всей сковороде. Сразу лопаткой немного отодвигаем края, чтобы потом было проще переворачивать. Жарим на среднем огне до румяности. Одна сторона готова. Переворачиваем и точно так же жарим вторую сторону до румяности. Готово. Снимаем со сковороды и точно так же жарим остальные блины. Перед каждым выкладыванием перемешиваем тесто. Вот и все, блины готовы. У меня получилось 15 штук. Подаем их, как кому нравится. Они отлично подойдут и для заворачивания соленой или сладкой начинки, а также как отдельное блюдо с любым топпингом или соусом по вкусу. Поделитесь в комментариях, а какой любимый рецепт блинов у вас. Будет интересно узнать. И еще хочу поделиться классным рецептом вкусных марокканских блинов. Эти блины особенно отличаются своей пышностью, пористостью, нежностью. Еще и процесс приготовления интересный. В первую очередь добавляем дрожжи в теплую воду и размешиваем до полного их растворения. В отдельной емкости смешиваем манную крупу, муку, сахар и соль. Разрыхлитель на данном этапе не добавляем. Перемешиваем. Теперь добавляем теплую воду с дрожжами. Немного перемешиваем и дальше перебиваем блендером до однородности. Добавляем разрыхлитель и еще раз взбиваем блендером. Накрываем емкость пищевой пленкой и оставляем так на 30 минут. У меня уже прошло 30 минут. Снимаем пленку. И аккуратно перемешиваем тесто. Вот такое тесто с множеством пузырьков должно получиться в итоге. Готовим блины. Жарить блины будем на слабом огне. И перед первым блином смазываем сковороду немножко растительным маслом. Наливаем тесто на середину сковороды и больше его не трогаем. Оно само равномерно распределится. Обжариваем эти блины только с одной стороны, до момента, когда сверху не останется жидкого теста. Первый блинчик готов. Вот так он выглядит с обратной стороны. Снимаем его и точно так же обжариваем все остальные. Готовые блины лучше выкладывать отдельно друг от друга, пока они немного остынут. Я выкладывала на противень, застеленный пергаментом. Приготовим к ним соус. Для соуса добавляем в мед растопленное сливочное масло пропорции 1 к 1 и смешиваем до однородности. Соус готов. Подаем его вместе с блинами. Блины получаются нежные, мягкие и очень вкусные. Особенно в сочетании с медово-сливочным соусом. Рекомендую попробовать. Ну и последним будет рецепт блинов из кабачков с зеленью. Тонкие, нежные, очень вкусные. Отлично подойдут к любой начинке, но также будут вкусными. И с обычной сметаной или сметано-чесночным соусом. Кабачки натираем на мелкой терке. Дальше нарезаем зелень петрушки. Готовим тесто. Готовим тесто. В яйца добавляем соль и сахар. Взбиваем до однородности. Добавляем молоко. Снова перемешиваем. Теперь частями добавляем муку. Каждый раз хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Подologia, непонятно. Хорошо перемешиваем. Под�� 지금 петрушка. Добавляем муку. Добавляем петрушку. Дальше добавляем растительное масло, перемешиваем. И в последнюю очередь добавляем кабачки и зелень. Вот такое тесто получилось по консистенции как жидкая сметана. Начинаем жарить блины. Разогретую сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем на ней блинчики с двух сторон до румяного цвета. Жарим на огне ниже среднего. Первый блинчик готов. Снимаем его с огня и точно так же жарим остальные. Перед каждым немного смазываем сковороду растительным маслом и перемешиваем тесто. Ну вот и все, блины готовы! Нежные, эластичные и очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить. Поделитесь в комментариях, какой именно рецепт вам понравился больше всего и какие блины хочется из них попробовать. А я буду ждать ваши отзывы. Так же не забудьте поставить лайк, если рецепты понравились и подписаться, если еще не подписаны. Всем вкусных блинов и хорошего настроения! Субтитры сделал DimaTorzok